Одесский областной совет в ходе очередной сессии в пятницу утвердил обращение к генеральному консулу Российской Федерации в Одессе относительно незаконного содержания народного депутата Украины Надежды Савченко в следственном изоляторе Москвы. Если мы можем хоть на миллиграмм облегчить участь народного депутата Украины, то мы должны обязательно были это сделать. На этой же сессии областной совет утвердил новую редакцию программы поддержки малообеспеченных слоев населения. Из бюджета области будет выделяться адресная целевая помощь семьям погибших в зоне АТО по 2000 гривен ежемесячно. Бойцы, получившие ранения и ставшие инвалидами, каждый месяц будут получать из областного бюджета стипендию в размере 1000 гривен. Дети военнослужащих, которые выполняют задания в зоне АТО, будут получать из бюджета области материальную помощь 300 гривен ежемесячно. Также программа предусмотрена, что 1500 ветеранов войны, участников боевых действий и инвалидов войны получат разовую помощь к празднику 9 мая. Те изменения, которые мы сделали за счет урезания поддержки коммунальных предприятий, позволили нам выделить помощь, которую получат ветераны перед 9 мая. По всей области, кроме города Одессы, город Одесса сам принял подобное решение, выделяя данные средства. В области таких средств у районных бюджетов не было, поэтому эти деньги поступят из областного бюджета, ветераны получат 1000 гривен к празднику. Еще одно важное решение, за которое проголосовали депутаты. Одесский областной совет просит у кабинета министров 30 миллионов гривен на погашение задолженности санаторно-курортных и оздоровительных учреждений поселка Сергеевка, в которых живут переселенцы из Донбасса. Тарас Сидоровский, Алексей Мараховский, Думска ТВ.